Девушки отдыхают Да внешний вид это от нас просто полный, что-то он говорит, как вообще пустили Сильный заход, сильно вы начали Ну так, а мы что-то ненормального не держим так в лёху, у нас семерной стакад Молодец, с кем вы? Я, это моя ученица, я профессиональный фаготист, всю жизнь провел в московских симфонических оркестрах, которые находились на гастролях И я там оценивал всю красоту женщин Теперь я это вынесу Молодец, и вы? Олег Вы тоже фаготист, музыкант? Да, тоже Вот видите, какие могут быть разные музыканты, хотя оба лысые Давайте посмотрим на экран Андрей, 45 лет Четверть века играл в оркестре на фаготе Уволился из большого театра и стал вольным музыкантом Мечтает записать сольный альбом и прославиться на весь мир Отцовские обязанности показались Андрею слишком тяжёлыми, и он ушёл из семьи Женился на бездетной, а она вероломно забеременела С детьми не общается, надеется, что с Ольгой он сможет пожить в своё удовольствие Вот так, а что значит такое? Жить в собственном удовольствии? Ну, первое утро проснулись, роза в стакане из-под банки, из-под пива, из стихотворения Второй день, а дальше удовольствие в чём? Нет, ну как удовольствие? Ну, семья есть семья Главное, чтобы девчонке нравилось Удовольствие, оно всё удовольствие А если ей не понравится? А ничего, что Ольга с приплодом в виде мальчика? Да нет, дети это прекрасно, чем больше, тем лучше Особенно для вас Вы прямо так, такую жажду испытывали и заводили новых детей с радостью, воспитывали их? Нет, ну так получалось всё время по-разному Я-то чё, вот я, вот я, какой я есть, вот на что я, на сколько я оценил Ну откуда такая стойка, это неприязнь к детям? Почему неприязнь? Ну не воспитывайте же Ну почему не воспитывайте? Так я занят, что ли? Дети есть дети Вот хочешь, я буду воспитывать твоего ребёнка Сейчас покренусь перед всем телевизием Вот заберу твоего ребёнка и буду его воспитывать Знаете, почему-то пока не возникло желания, чтобы вы воспитывали её ребёнка Я думаю, ни у кого есть присутствующие здесь в зале Он какой-то, по-моему, немножко ненормальный Вот у вас двое детей, которых вы не воспитываете, почему? Первый раз я женился на девчонке, да? Я был студентом Денег у меня не было Квартиры не было Я жил с ней и у её родителей И значит что? Она нависает Слушай, ты достал своё образование, ты там учишься, получаешь профессиональный образование Ты хочешь ездить по миру со своим фаготом Ты мне наделал ребёнка Вот теперь всё брось и иди работать дворником Слушай, ну кушать-то хотел с ребёнку и ей раза три в день Ну правильно, ну и что? Ну я бы всё бросил, и где бы я что сейчас был? Что бы я делал? А где вы сейчас? Сейчас? Я? Там же, наверное, получается, что Дети не нужны, вольная жизнь А вторая девушка, когда встретилась, она вам сказала Всё замечательно, любимая Единственная проблема Она бездетной, да, оказалась? Да Что вас, конечно, невозможно, обрадовало Но она вас раз и обманула Забеременела Да, нет, ну как так? И вы через три месяца от неё дали дёру Так и дали Потому что вружка, вружка, вружка Что, уже через три месяца? Она вам обещала, что детей не будет? Да, она сказала Принесла мне эту самую такую повестку Слушай, парень, у тебя детей не будет Расслабься и делай свои дела И радостью жизни, да? Нет, я говорю, ну что-нибудь придумаем, там, пробирки сейчас искусственные, там, возьмём усыновим Ты меня устраиваешь, потрясающе девчонка А внутри про себя думали, как классно, да? Что они будут? Нет, ну причём, я хотел устроиться вот так глобально, настолько межконтинентально, чтобы уже вообще о деньгах не думать Чтобы у девчонок Хорошо, вы сегодня социально, как у вас всё стабильно? Да, всё в порядке Да, я всё, квартира, дача, там я ездил по гастролям Молодец Скажите, Андрей, ну в 45 лет вы уже должны пожинать плоды, да? А мне кажется, в 45 лет мечтать, там, диск свой, сольный концерт Мне кажется, это уже должно быть, ну, уходит в этом возрасте уже на покой, нет? Я поддерживаю вашу точку зрения, но это для ординарных ребят А для их сородинарных, начнём с простого О, кстати, это класс Вот дайте с простого, вы второго ребёнка признали, дали ему свою фамилию? А я его найти не могу Она где-то потерялся, второй ребёнок А нет ощущения, что ваша бывшая открестилась, просто где-то загасилась Сейчас я думаю, слава тебе, Господи, пронёс Бог Ребёночка дал, Господь, но слава Бог, что больше Андрюху не вижу Пусть он себе вот с этим фаготом дальше гастролирует Нет такого ощущения? А вот я хочу у Светочки, у подруги спросить Да, сама пошла замуж за учителя? Ну, не замуж, ну хотя бы куда? Как учитель, как творческий человек, как друг, он отличный Но вот его безответственность меня пугает Но мне кажется, что если он найдёт женщину, которую он действительно полюбит Он возьмётся за ум Ну, женщина должна быть с амнезией, которая полюбит его Чтобы не помнить, что он вытворял вчера и позавчера Вот она проснулась, он сыграл на фаготе Стихотворение посвятил, и всё здорово К обеду она уже должна забыть, что не завтракала К ужину, соответственно, забыть, что не обедала Тогда счастье Любитель на него найдётся, но вряд ли это наш случай Вряд ли А вот, кстати, у меня вопрос Я в вашей истории прочитала, что вы даже вот тот самый букетно-шоколадный период Всё откладываете, в смысле, отдаёте полностью на откуп женщине То есть подарки – это она вам Цветы – это она вам Ну, я понимаю, человек творческий Это правда? Не, ну почему? Ну, теоретически, но на самом деле-то по-другому А почему вы должны вот всё время, да? Вот мужчины говорят, должен-должен А почему должен, правда ведь? Да смотря какая девчонка, вы понимаете, какое ощущение Ну вот наш, мы про наш говорим Андрей, 45 лет А вы всё девчонки, какие девчонки Забудьте Это вот, знаете, это вот поколение 80-х В Питере не жили никогда? Не, ну там Вот те, кто вот тусили в Сайгоне Вот они до сих пор такие старые девочки и старые мальчики Узнаю С рюмочкой, кстати, как? Как все музыканты? Нет, только 8 марта и на Новый год Да? А так с стаканами Молодец! Тогда сюрприз А сейчас интересно, какой сюрприз у него будет Уважаемая моя, потрясающая, великолепная девчонка Я тебе остров в океане, конечно, сразу не могу подарить Потому что сейчас у меня финансовый вопрос решается там Мы тебя подгоним, хотя бы половинку Но Эйфелеву башню вместе с Парижем Я тебе презентую На, забирай! Супер! Бедная девочка И последний прикол Только не на голову, ладно? Вот здесь написано Давай Поженимся Let's marry everybody by our country Говоря по-русски Супер! Спасибо! Дорогие смотри, проходите, пожалуйста, в свою комнату Спасибо вам большое Ну как я чесанул, по какой фирме вообще немыслимой Олечка, я думаю, у тебя будет еще один ребенок И тебе придется, мало того, что ребенка отдавать в первый класс Еще и товарища, кроме кубиков, дальше азбуки учить Развитие, влечность для индустрии